Съезд тротуара прямо напротив выхода для маломобильных граждан из парка Юбилейный. Люди с ограниченными возможностями жалуются, что свободному проезду на инвалидной коляске им мешает вот этот микроавтобус, из которого торгуют выпечкой. Несколько лет назад мы попросили администрацию сделать нам пандус. Вот здесь вот для удобства нашего съезда из парка в парк. И вот, допустим, если мы идем мимо, по пути нашего следования, вот, и как стало тепло, вот этот предприниматель с культунской выпечки, он стал ставить свою машину, перекрывая нам весь проезд. Сам предприниматель не считает, что микроавтобус является препятствием. Такие вот люди, да, куда-то они собираются сезжать. Здесь в нем стоят вот так вот машины. По самые вот, получается, да. Здесь, на проезжую часть, или куда? Куда люди вообще выезжают? Пантус и пешеходный переход у нас находятся за вашей спиной. Во-вторых, здесь по лету, летом еще приедете, по лету здесь лужа. Максим Назимов предложил помощь продавщице по съезду с тротуара. Вот что из этого вышло. Ой, ой, ой. Перекрываться, когда должен быть обеспечен свободный доступ. Этот пантус сделан для того, чтобы инвалидам был свободный доступ везде. Между тем, в отношении торговли в несанкционированном месте уже возникали вопросы. Выписаны протоколы об административном правонарушении. Предписаний вам никаких не было от администрации Октябрьского района, от поднадзорных органов, комитет по политическому рынку? Это обязан говорить, обязан озвучивать. Я, наверное, с ними сам разберусь. То есть вы считаете, что все правомерно с вашей стороны? А что не правомерно? Вы как считаете, вот этот пантус, он вообще в рабочем состоянии нет? Вы посмотрите на него. В администрации Улан-Удэ нам подтвердили, что они не давали согласование предпринимателю на данное место для торговли. Тем более возле пандуса. В данном случае, значит, незаконно установленный мобильный объект, он незаконно установлен, не было подано на него заявление, значит, на это место. По 58-й статье закона Республики Бурятия об административных правонарушениях в отношении продавца составлен протокол и направлен на рассмотрение административной комиссии Октябрьского района. То он вообще, в принципе, не имеет права там торговать, тем более... Да, конечно, этого места по торговле кулинарной продукцией нет вообще в схеме размещения. По решению административной комиссии Октябрьского района предпринимателю грозит штраф. С одном Ирдынеев, Алексей Ромашов, Вячеслав Батоев. Новости дня.